Данное видео несет в себе сцену с органами животных, если вы впечатлительны или это противоречит вашему мировоззрению, пожалуйста выключите данное видео, которое в себе несет исключительно знакомительный образовательный характер как документальное кино. Всем привет, с вами Тимон и это срочное включение. Честно ребята, это не кликбейт и я хочу сделать уточнение по старому ролику. И в конце видео вас ждет нечто. Мы покажем как реагируют органы на вакуум. А особенно покажем реально ли выпучиваются глаза в вакууме. Как в фильме вспомнить все. Да, не переключайтесь. Если вы помните видео, где мы засовывали кровь в вакууме, я показывал, что кровь не реагирует на вакуум. Она не закипает в нем. И как бы мы ни старались, и сколько бы мы ее не держали в вакууме, я ошибался, ребята. Я сделал вывод, что жидкости в теле человека не закипают в вакууме, потому что у них мало газов и мы имеем собственное давление. На самом деле это все не так. И я ошибался, ребята. Сорян, я это признаю. И в этом видео я реально покажу, как реагирует кровь на вакуум. И что будет с телом человека, вернее, с внутренними жидкостями, в теории. Если он, не дай бог, попадает в космос без скафандра. Если интересно, нажимай подписку и колокольчик. Новый алгоритм Ютуба скинул все колокольчики у вас. Я буду рад, если вы переставите их повторно в телефонах. Выключите его, потом включите. И, пожалуйста, выберите все уведомления. Это важно. Важнее лайка. Хотя нет, лайки я тоже люблю. Короче, вы меня завалили в личке о неправильности моей теории, что я делаю не так. Кровь, которую я использовал от магазина, вернее, с базара, это говяжья крови. И она приходит охлажденная, ну, чтобы не испортилась. И вы могли по-быстрому приготовить из нее колбаски. Кто кушал такие колбаски, напишите в комментариях. И, короче, вот я вставляю градусник в нашу кровь и смотрите. Она реально охлажденная, меньше 18 градусов. А как мы знаем, температура тела человека это 36,6, а у животного еще выше. Я предлагаю аккуратно на водяной бане нагреть кровь до 37 градусов и потом уже нагретую засунуть в вакуум. Погнали все проверять. Ну, а я, как всегда, хочу похвастаться новыми вещичками, что я прикупил в магазине Всемайки. Там одевается весь Ютюб и, наверное, все блогеры. Я неплохо так закупился, что-то меня поперло на космос в этот раз. Да, смотрите, футболочка НАСА. Да, все в них ходят и я тоже хочу. Ну, еще я взял с 3D принтом Галактика. Реально прикольно. Качество отменно, еще мне понравился этот свитшот N7 из Mass Effect. Как раз будет на осень. Ну, и куда без кружек, Фортнайт и мемчик с черным котом. Угораю с него. В магазине Всемайки много прикольных принтов и выбора подарков. Все, что душе угодно, от футболок до чашек и на все можно сделать принт. На сайте даже удобный конструктор, я им часто пользуюсь. Если вам вдруг не понравились принты и вы хотите что-то особенное. Да, и в описании будет моя уникальная скидка в 10%. Заходите к ним на сайт или скачивай мобильное приложение. Ну, а мы продолжаем. Короче. Как вы помните, Серега засовывал руку в вакуум. Это было на очень короткие сроки. Мы все контролировали. Эксперимент получился всего на 2 секунды. И нам пришлось тут же все отключать. Потому что рука покраснела и получился эффект красной кожи. По типу того, как бабушки в детстве ставили нам банки, когда мы болели. Нам повезло, что рука пробовала в вакууме недолго. И сейчас я покажу, почему не стоит так делать. И почему у человека в космосе 100% нет шансов. Давайте. Вот наша подопытная баночка крови. И это не наша. Это кровь животного. Я специально ее покупал для этого эксперимента. И мы потом еще и нагревали ее за кадром. Ого. Ну, получилось аж 37,6 температуры крови. Типа болеет, что ли? Да нет. На самом деле она сейчас остынет до 37 градусов. Пока мы там начнем. Там пока туда-сюда. И это как раз и есть температура тела при стрессе. Если вы вдруг попали в космос, не дай бог. И ваш скафандр разгерметизировался. Так. Опускаем баночку в вакуум. Закрываем все. Так, давайте запускаем установку. А теперь смотрите. Ждем, ждем, ждем. Пока установка откачает давление, равное вакууму. Ого. У меня глючит или там какие-то завихрения происходят. Как будто бы газы закручиваются в воронку. Кто еще это видит, напишите в комментариях. О, смотрите. Установка достигла максимума и в ней образовался вакуум. Вот, 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 началось, вы видите? Офигеть. Это просто невероятно. Кровь в мгновение закипела, когда установка сделала вакуум внутри колбы. И посмотрите, она не просто кипит, а она аж вываливается из баночки. Это похоже на эксперимент с лизуном, но только тут еще образовалось кипение. Да, и все запотело. Ну, видимость запотевшего стекла сильно мешает, конечно. Ну, блин, даже так видно, как все разбрызгивается там и вываливается. И это еще в маленьких масштабах. А представляете, кровеносную систему человека, где от 4 до 5 литров крови и в космосе, где абсолютный вакуум. Кровь просто моментально закипит. Ты, я даже не хочу думать, что произойдет с сосудами, но они явно раздуется. С какой бы стороны я ни заходил, газоплотно покрыли стекло, но все равно видно все. Это просто крутяк. Я рад, что мог исправиться, показать вам в действительности, как это выглядит на самом деле. Да, я буду ротлайку, конечно. Эффект просто потрясающий. Это даже не будет похоже на щадящий эксперимент, который мы проводили с рукой. Где мы сразу же выключили установку с вакуумом. Думаю, в течение 10 секунд кровь в теле человека моментально закипит. А кипение в вакууме способствует охлаждению. Мы это уже проверяли с водой и градусником в вакууме. И я тогда уже фиксировал охлаждение воды и... Давайте уже выключать вакуум. Ох, ё-моё, это просто жесть. Понятное дело, это эксперимент, это всего лишь теория. Эх, конечно, все это выглядит так. Ну, по крайней мере, мы все визуально увидели, что может произойти с телом человека, если он попадает в вакуум. А теперь я хочу еще проверить градусником, насколько охладилась кровь после кипения в вакууме. Потому что любые газы охлаждают жидкости. Смотрите. Так, секундочку подправлю. На, градусник просто падает. Так, все. Да, смотрите. Так, температура остановилась и у нас тут 27,6. Да, а было 37,6. Вакуум охладил кровь на целых 10 градусов. В принципе, это не критичная температура. И человек выживает при 27 градусах. Это называется слабость организма. Ну, мы показали это на маленьком объеме крови. Если бы это было литра 3 или 4, кровь, возможно, было бы заморозить еще на градусов так 10, а то и более. Так как в вакууме пузырьки пары охлаждали, и охлаждали бы вас далее. Кипение не прекращалось бы. А энергия, потраченная от пузырьков газа, перешла бы на понижение температуры тела. Я это уже показывал в прошлом ролике, где даже обычная холодная вода снизилась на 5 градусов. А как оказалось, в крови больше газов, и у крови выше температура. Это все способствует дальнейшему понижению этой температуры. Возможно, вакуум сможет снизить вашу температуру тела аж до 20 градусов. Но это все теория, конечно. Так мы 100% не можем доказать, будет кипеть кровь в сосудах или нет. Прямо как сейчас у нас с пузырями и вываливаем из банки, с брызгами там и запотеванием стекла. Кровь кипела и расширялась, потому что вакуум непосредственно влиял на нее. В космосе кровь будет внутри тела, а тело имеет собственное давление. И вот вам вопрос. Напишите в комментариях, будет кипеть кровь в вакууме или нет. Как вы считаете? Лично я думаю, да. Ну, возможно, она не будет кипеть, прям как у нас в баночке. И второй момент. Человек в космосе немного еще раздуется. Проверяя вакуум на различных органах, я заметил, что они немного так надуваются. И капилляровник тоже раздувается. Сам орган, конечно же, не лопается. Так, во-первых, он уже без давления, и он еще к тому же отделен от тела. Ну, прикольно в том, что внутри кровь как будто бы начинает двигаться. Это, конечно, жутковато смотрится, но очень интересно. К сожалению, я не могу создать собственное давление в этих органах. Нужно помещать целый организм в вакуум, что, конечно же, неприемлемо. Ютуб не разрешит такие видео. А вот короткие эксперименты не показывают всю суть ощущения от вакуума. К примеру, в моем старом ролике, где мы помещали сердце животного в вакуум, оно начинало двигаться, шевелиться, и даже кровь текла по капиллярам. И это орган был без давления. Как поведут себя органы человека в вакууме неизвестно. Есть предположение, что тело немного раздуется. Конечно же, это не будет как с Арстронгом, так как это резиновая игрушка, и только резина может так раздуваться. Кожа, в принципе, эластична, но не до такой степени. К примеру, легкие животного в вакууме надувались. Да, это было так стрёмненько. К тому же, легкие – это как два шара внутри нашего тела, которые то надуваются, то сдуваются. А как мы знаем из моих старых видео, шары в вакууме так сильно надуваются. Это говорит о том, что в космосе вам придется выдохнуть, иначе с вашими легкими может произойти что-то плохое. А вот когда выдыхаешь, то не можешь соображать. Попробуйте сейчас выдохнуть полностью так. И в уме проверить таблицу умножения. Насколько вас хватило? 10 секунд? Может 20? Напишите в комментариях. Лично я умножал до 10 секунд, там, вычитал, приправлял, а потом у меня просто началась паника. Я уже не думал о таблице умножения. Я думал только о воздухе. Ну и теперь, ребята, те, кто дождались, долгожданный глаз в вакууме. Да, если вы впечатлительны, закройте, там, не знаю, глаза, или выключите монитор и не смотрите. Можно просто там слушать. Этот глаз я купил на рынке. Молодые хирурги практикуются на них и делают операции. Я же вам покажу то, чего еще никто не показывал. Выпучиваются ли глаза в вакууме. Этот глаз имеет собственное давление, потому что хоть он отделен, он отделен аккуратно. И сохранено давление внутри глаза. Я, кстати, все время думал, что глаз твердый. А он оказался мягкий, и это сложный орган. Посмотрите, тут куча всего, его так просто не вынуть из глазниц. Посмотрите, как сильно он скреплен жилами, там, плявыми всякими, это реально удивительно. Давайте поместим его в вакуум, и я повторяю. Если вам неприятно, выключайте изображение, просто слушайте. Включаем установку. Пока вакуум нагнетается, с глазом ничего не происходит, но, как оказалось, кроме видимой части глазного яблока, за глазом много всего. Это и капилляры, и нервы, и сухожилия, и все это как маленький мешочек собственного давления. Смотрите, он понемногу начинает увеличиваться. Что я и говорил, этот мешочек за глазом должен надуться. И, по идее, он будет давить на глазное яблоко и выталкивать его. Я все время думал, что режиссеры фильма спонят все, это фантазеры, и так не бывает. Ну нет. Глаз надувается, он реально надувается. Даже зрачок внутри глаза тоже надулся, и покрылся какими-то пузырями. Жесть. Я думал, что роговица глаза твердая, а там пузыри, и это поменяло мой мир, и еще глаз зашевелился. Вы знаете, все органы, которые я помещал в вакуум, они все шевелились. Я думаю, что это из-за того, что жидкости в вакууме все-таки закипают. Давайте выключим вакуум. Вы видели, насколько он все-таки сдулся. Значит, в фильме вспомнить все, это правда. И глаза действительно вылазят из глазниц. Связано это с тем, что органы как мешочки, а в вакууме не надуваются, как шарики. Пишите в комментариях, как вы думаете, какая угроза в вакууме самая сильная. Отсутствие воздуха, возможность замерзнуть, кипение крови человека, или раздувание органов. Я все прочитаю, ставлю это в следующем видео, кто напишет самый крутой коммент. А на этом все, ребята. Всем удачи и пока-пока.